Всем привет, с вами Серёжа, и сегодня мы разберёмся с тем, как делать калькулятор со скобками. Ко мне обратился читатель, чтобы я помог ему разобраться с тем, как сделать калькулятор, который бы понимал скобки и приоритеты умножения и деления перед сложением и вычитанием. Допустим, нас в школе попросили написать программку, которая правильно бы считала следующее выражение. Для того, чтобы это посчитать, нам понадобится такая штука, которая называется stack. Stack — это структура данных, которая позволяет класть что-то сверху и сверху же доставать. То есть, если мы положим в stack сначала квадратик, потом кругляшочек, а потом звёздочку, то мы можем доставать только вот в обратном порядке. Сначала звёздочку, потом кругляшочек, потом квадратик. Если мы хотим непременно до квадратика добраться, то сначала надо достать звёздочку, только потом мы сможем достать кругляшочек и только после этого мы сможем достать квадратик. Иначе никак. Соответственно, чтобы посчитать наше вот это замечательное выражение, нам понадобится 2 стека. В одном стеке мы будем хранить числа, в другом стеке будем хранить все остальное. А, еще отдельно сохраним приоритеты операций. То есть возьмем и запомним, что сложение имеет приоритет 1, вычитание имеет приоритет тоже 1, а умножение имеет приоритет 2, деление имеет приоритет тоже 2, такое же, как умножение. И это позволит применять тот же самый алгоритм для большего количества действий. Например, когда вы напишите свою программку, ваш учитель может попросить вас адаптировать ее для операции, например, возведения в степень, которая имела бы еще больший приоритет, чем умножение. Вы тогда просто добавляете новую операцию, ставите ей новый приоритет, и у вас та же самая программка работает для каких-то других операций. Приоритеты ввели, 2 стека завели, дальше начинаем по очереди брать штуки, которые нам идут на вход. Сначала мы смотрим на единичку и сразу кладем ее в стек. Потом мы смотрим на плюсик. Смотрим, что в стеке с операциями ничего нет, и поэтому кладем плюсик сюда, потому что больше с ним делать пока мы ничего не можем. Берем двойку и кладем ее в стек с числами. Дальше мы смотрим на умножение и смотрим одновременно на то, что лежит сверху в стеке. Сверху лежит плюсик, у него приоритет 1, а у умножения, мы смотрим, какой у него приоритет, приоритет 2. Поэтому мы берем и умножение тоже кладем в стек, потому что приоритет умножения больше, чем приоритет сложения. Потом мы смотрим, что дальше. Дальше идет скобка. Скобка это не операция, скобку открывающую и закрывающую мы будем смотреть отдельно, это такие отдельные штуки, поэтому мы скобку просто кладем в стек. После этого мы берем тройку, тройку кладем, ну во-первых смотрим, ага, это тройка, и кладем ее сюда, потом видим плюсик, смотрим, что в стеке. В стеке скобка, плюсик со скобкой никак не может взаимодействовать, поэтому мы кладем плюсик просто в стек. Заметьте, мы до сих пор еще ничего не посчитали. Смотрим четверка, четверку кладем сюда, смотрим деление, у деления приоритет 2, у плюсика, который сверху на стеке, приоритет 1, поэтому мы деление тоже кладем сюда. Смотрим двойка, положили двойку сюда, смотрим вычитание, смотрим, что там у нас на стеке, на стеке деление, у деления приоритет 2, а у вычитания приоритет 1, поэтому мы должны сначала выполнить деление. Мы берем последнюю операцию на стеке и последние два числа со стека с числами И делаем над ними деление Это отсюда забираем, 4 делим на 2, у нас получается 2 И то, что получилось, мы кладем обратно в стек Мы продолжаем смотреть на минус и снова смотрим, что в стеке В стеке лежит плюсик У плюсика приоритет 1 и у минуса приоритет 1 Обычно мы выполняем действие одинакового приоритета слева направо Поэтому сначала надо посчитать плюсик Мы снова забираем последнюю операцию со стека Последние два числа со стека и складываем их 3 плюс 2 это 5, поэтому 5 мы записываем в стек И мы все еще смотрим на минус Смотрим здесь минус, смотрим, что у нас сверху на стеке Там скобка, минус со скобкой взаимодействовать никак не может Поэтому мы просто кладем минус в стек Смотрим, что дальше Еще одна скобка, кладем ее в стек Смотрим, что дальше Дальше единица Единицу кладем в стек с числами Смотрим, что дальше Дальше плюсик Смотрим, что в стеке В стеке скобка Поэтому мы должны плюсик просто положить в стек Берем двойку Кладем в стек с числами Смотрим, что дальше Дальше скобка закрывается Смотрим, что в стеке В стеке плюсик Мы должны просто сейчас выполнять все операции со стека Пока не встретим открывающуюся скобку Поэтому мы берем плюсик, берем последние два числа и вычисляем то, что получилось. А из стека их убираем. Получается тройка, поэтому тройку мы кладем в стек. Продолжаем смотреть на скобочку и смотрим, что в стеке. В стеке скобка открывающаяся. Они как бы друг друга сейчас просто ликвидируют. Поэтому мы забираем открывающуюся скобку из стека и смотрим, что дальше. Дальше у нас новая закрывающая скобка. Смотрим, что в стеке, в стеке минус, мы должны вычислить то, что там вычисляется. Это все убираем со стека. 5-3 это 2. И поэтому двойку мы кладем обратно в стек. Продолжаем смотреть на скобку, смотрим, что в стеке. Если бы там были еще операции, мы бы должны были их выполнять. Но там открывается скобка, поэтому эти две скобки друг друга ликвидируют. Мы убираем открывающуюся скобку из стека и смотрим, что дальше. Дальше у нас умножение. Смотрим на него, смотрим, что в стеке. В стеке тоже умножение. У них, естественно, одинаковый приоритет. И мы должны сначала перемножить то, что в стеке. 2 умножить на 2 это 4. Убираем это все отсюда и кладем сюда четверку. И смотрим, что дальше. А, мы не смотрим, что дальше. Мы продолжаем смотреть на умножение. И смотрим, что на стеке. На стеке плюсик. У плюсика приоритет 1, а умножение приоритет 2, поэтому должны умножение положить сюда. Смотрим дальше двойка. Двойку кладем в стек. Смотрим дальше плюсик. Сравниваем с тем, что лежит на вершине стека. На вершине стека умножение. У него приоритет больше, чем у плюса. Поэтому мы должны 4 умножить на 2. Получается 8. 8 кладем в стек за место того, что там было. Продолжаем смотреть на этот плюсик. И смотрим, что в стеке. В стеке плюсик. У них приоритеты одинаковые, поэтому мы тоже сначала складываем. 1 плюс 8. Получается 9. Убираем все это из стека и записываем сюда результат. Получилось 9. Продолжаем смотреть на плюсик и смотрим, что в стеке. В стеке ничего нет. Поэтому мы ничего не можем сделать, кроме как просто положить сюда плюс. Смотрим дальше. Дальше единица. Кладем в стек. Смотрим, что дальше. А дальше у нас кончилось выражение. Больше ничего нет. Раз выражение кончилось, то мы просто вычисляем все, что осталось в стеке. У нас тут остался только плюс. Мы его и вычисляем. 9 плюс 1. Получается 10. Соответственно, мы это все отсюда убираем. И записываем сюда 10. Если бы тут еще были какие-то операции, мы бы тоже вот их так вычисляли, записывали, вычисляли, записывали, вычисляли, записывали, пока бы они не кончились. Ну вот они наконец кончились. То есть наша программка продолжает смотреть на конец строки, типа, ага, тут конец строки, смотрим, что в стеке, а в стеке ничего нет. Если мы дошли до конца в строки и стек с операциями пустой, значит, мы закончили вычислять. И то, что осталось в стеке с числами, это и есть наш ответ. Поэтому получается, что наша программка посчитает, что ответ 10, и это будет результат вычисления выражения. Но что тут еще можно обратить внимание? Заметьте, я работал уже здесь именно с числами, а не с символами. То есть если бы у меня где-то встретилось 30, то я бы говорил, что я смотрю не на тройку, а на 30. То есть отдельно надо упомянуть этап, когда строка, состоящая из символов, разбивается на некие сущности, числа и знаки. Этот этап можно сделать в начале, разбить именно на так называемые токены, где каждый токен был бы либо числом, либо знаком. И уже с токенами работать. Либо нужно иметь функцию, которая берет на вход строку и выколупывает из нее каждый раз очередной токен. То есть у меня нет общего массива со всеми этими штуками, а есть просто строка, и я говорю, эй, команда, выдай мне из строки то, что там дальше. И она мне выдаст либо умножение, либо дальше она мне выдаст стропочку, либо дальше я ей передаю всю строку, а она мне из этой строки выколупывает вот эту 30. Я уже работаю именно с 30, а не с символами 3 и 0. Это лучше вынести в отдельную функцию, которая вот будет этим заниматься. И еще, как нам сделать стек? Стек делается как угодно. Это может быть просто массив, достаточно большой длины, и счетчиком дополнительной переменной вы следите за тем, сколько положили. И когда вы что-то кладете, вы эту переменную увеличиваете. Когда вы что-то забираете, вы эту переменную уменьшаете. И таким образом следите за тем, что у вас лежит на стеке. В питоне стек удобно делать поверх списка. То есть, если мы заводим какую-то переменную и говорим, что она список, то у нее есть две замечательные команды. Одна из них называется append, куда мы можем что-нибудь положить. И другая называется pop. Эта команда берет последний элемент списка, присваивает его x, и этот элемент из списка забирает. То есть, его там больше не остается. И еще нам понадобится вспомогательная функция, которую мы сами напишем, которая будет называться top, чтобы смотреть на то, что же у нас там лежит на вершине. Вот эти три операции, они как раз нам дают стек. Положить что-нибудь на вершину стека, забрать что-то с вершины стека и посмотреть, что же там лежит на вершине, не забирая. Ну и еще можно проверить, пустой стек или не пустой, просто сравнив длину стека с нулем. То есть, если len-a это 0, значит в стеке ничего не лежит. Ну что же, на этом все. Сегодня мы разобрались с тем, как делать калькулятор, который понимает скобки и операции разного приоритета. Это самый простой способ из правильных и, пожалуй, единственный правильный из простых. И, кстати, сам я этот способ узнал на уроке информатики. Нам о нем рассказал учитель. Если вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о нем друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok